Европейская комиссия запускает новую программу экстренной помощи беженцам в Греции. После того, как в прошлом году закрылся так называемый Балканский маршрут, греческие центры для мигрантов переполнены. Еврокомиссия выделит 209 миллионов евро на то, чтобы оплатить для беженцев съёмные дома и повседневные нужды. «Это поможет беженцам и мигрантам лучше интегрироваться в греческое общество. Как сказал один мэр, одно дело жить в лагере, а другое жить достойно». За последние месяцы много беженцев прибыло на острова Лесбос, Хиос и Самос. В общей сложности в Греции их уже более 60 тысяч. На выделенные еврокомиссии и деньги арендуют 24 тысячи домов в разных городах и посёлках страны. Ещё часть средств пойдёт на обеспечение повседневных нужд мигрантов. Им выдадут специальные банковские карты, на которые будут поступать пособия. «Эта схема, а также поддержка через банковские карты, призваны ежемесячно помогать 34 тысячам мигрантов в Греции. Таким образом, даже в сложной экономической и социальной ситуации страна сможет обеспечить их интеграцию». В последнее время в переполненных лагерях для беженцев участились вспышки насилия и протесты. Процесс оформления документов и переселения идёт очень медленно, и люди не выдерживают. Примерно 16,5 тысяч беженцев уже переехали в другие европейские страны. Ещё небольшое число мигрантов воссоединится со своими семьями, живущими в Евросоюзе. Остальные же, вероятно, останутся в Греции. Крупнейшая в Колумбии частная авиакомпания «Авианка» прекратила полёты в Венесуэлу. Причина – операционные трудности и проблемы с безопасностью. Сотни пассажиров не смогли вылететь из международного аэропорта в Каракасе. «Они сказали мне идти домой. Они позвонят мне в течение недели и сообщат, смогут ли посадить на другой самолёт. Что мне делать? Я из города Маракай в западной Венесуэле, и я застрял». Колумбийская авианка – не первая авиакомпания, которая ушла из Венесуэлы в свете политического и экономического кризиса в стране, а также ожесточённых протестов. В июне в Венесуэле перестала работать United Airlines. Также поступили Люфтганза и Air Canada. Как сообщает авианка, работу она возобновит, когда власти обеих стран обеспечат для неё надлежащие условия. Из-за скандала в Швеции постов лишились несколько министров. Главы Министерства внутренних дел и Министерства инфраструктуры ушли в отставку из-за утечки секретных данных. Премьер-министр страны сказал, что не рассматривает вариант досрочных выборов. «Я не хочу погружать Швецию в политический кризис. Сегодня я объявляю о перестановках в моём кабинете». Как стало известно, в 2015 году Транспортное агентство Швеции без надлежащей процедуры проверки передало обслуживание своих электронных систем чешскому отделению IT-компании IBM. В результате чешским компьютерным специалистам стала доступна конфиденциальная информация о дорогах, мостах, портах и метрополитенах Швеции. Более того, в руки иностранных граждан также попали полицейские данные об уголовных преступлениях и подозреваемых. Потоки воды, несущиеся по улицам, хаос на дорогах, поваленные деревья, а ещё побитые стёкла домов, машин и даже самолётов. Таковы последствия шторма, обрушившегося накануне на Стамбул. Вместе с сильным ливнем в городе выпал град размером с мячик для гольфа. Около 10 человек пострадали, двое серьёзно. Аэропорт Стамбула имени Ататюрка приостановил приём и отправку самолётов. Когда один из авиалайнеров совершал аварийную посадку из-за непогоды, градом разбилось стекло в кабине пилота. К счастью, обошлось без жертв. А в порту ветром повалило кран. Это вызвало взрыв и пожар, который вскоре смогли взять под контроль. Сообщаются также об обрушении минарета. Это уже второй за месяц сильный ливень, обрушившийся на Стамбул. Предыдущий 10 дней назад стал самым сильным для этого турецкого города за почти 10 лет. Субтитры создавал DimaTorzok